В нашем крае именно Сочи стал центром корейского боевого искусства. Поэтому не случайно, что чемпионат и открытое первенство города проводятся именно в Сочи. Масштабно представлен весь край. Практически от каждого района края несколько представителей. А в Сочи Тхэквондо занимаются более тысячи подростков. Есть школа Олимпийского резерва. Именно сочинских спортсменов считают самыми перспективными. Краевая команда более чем на 50% состоит именно из сочинских спортсменов. И это для нас огромный плюс. Мы с вами видим даже за период года, сколько проходило у нас таких рейтинговых соревнований. Все хотят ехать в город Сочи. И город Сочи может предложить все, чтобы проводить качественные соревнования по данному виду спорта. 20-летний Александр Ховиков стал призюром чемпионата Европы в 2014 году. Я часто выступаю. Я жил в городе Сочи. Здесь у нас южный федеральный округ, городские соревнования, краевые. Выезжая на чемпионат России, пытаясь там занять место. У нас в Сочи по календарному плану проходит постоянное соревнование. В квартал раз. И начиная от городских соревнований до российских. Вот у нас в этом году, в феврале месяце был чемпионат первенства России. Проводилось в Сочи. Потом походило ЮФО. И вот сейчас первенство города Сочи. Краснодарский край. В рамках этого турнира отбор на чемпионат первенства России уже с 2017 года. Данное соревнование является отбором на чемпионат России, который пройдет в феврале в Санкт-Петербурге. Поэтому все свои силы спортсмены отдают без остатка. Небывало рвение со стороны девочек. Их занимающихся тхэквондо с каждым годом становится больше. У меня папа тренер. Мне нравится этот вид спорта. В чемпионате Краснодарского края принимают участие более 200 спортсменов. Возраст от 6 до 18 лет. Программа соревнований включает в себя не только личные спарринги, но и командные состязания. В них традиционно отличились сочинцы. Глена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.